ты хочешь поздороваться нет ну ладно тогда я буду стараться всем добрый день уже час дня у нас машине потому что мы едем гулять в парк и и даже моя мама должна приехать наконец-то выбрали сегодня хорошая погода ветра нет дождя нет солнца нет тумана нет и снега нет погода хорошая на улице очень тепло где-то плюс восемь поэтому как всегда моя тепленькая курточка со мной ребятенок сегодня продолжает делать что-то странное с режимом он вообще вчера уснул в 9 в итоге вместо семьи обычно и встал сегодня в пол девятого но как бы он решил не ложится на дневной сон спустя привык привычное время после пробуждения только сейчас начал хотеть спать то есть спустя четыре с половиной часа после подъема у меня такое ощущение что он хочет перейти на один сон потому что он третий день подряд как-то с большим трудом укладывается либо же вообще не укладывается на два сна раньше я всегда хопа наше время кладу его в кровать он сразу начинает тереть глаза и засыпает через 20 в общем как-то вообще рановато наверное потому а ему сегодня 10 месяцев ой мы его еще не фоткали ты уже совсем взрослый нам я я в курсе когда поедем так что надо его сегодня фотографировать обязательно мы приехали тут такая большая парковка и мало машин все припарковались там там все забито ты готов ребенок почти уснул в машине пока мы его перекладывали проснул теперь лежит такой как будто мы его связали и смотрит на она мы идем в парк на самом деле здесь холоднее чем у кого дома мама моя еще не приехала пока по крайней мере я не вижу ее машину а вот и мама приехала ку-ку и припарковалась прямо рядом с нами ты дэнс ты дэнс нашла нас на парковке не успели мы идти далеко так так Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже едем домой, нагулялись, очень много гуляли, 2,5 часа И сейчас надо Артешу же кормить снова Вот мама поехала по своим делам А мы едем с Эльшером и обсуждаем, не нужно ли поменять название моего канала Потому что когда я его заводила, я 90% времени посвящала преподаванию И было логично, что мой канал называется Дневник учительницы А сейчас очень часто, когда новые люди приходят, они спрашивают А почему так называется? Понятно, что я в декрете, но... А точно ли я буду потом преподавать после декрета? Кто его знает, как жизнь повернется? Вот, в общем, я думаю, не сменить ли название на Дневник Алисы? Что вы об этом думаете? Потому что сейчас у меня 90 тысяч подписчиков где-то И скоро уже будет 100 тысяч, не за горами, я думаю, в этом году это случится И будет кнопка, и, соответственно, кнопку уже хочется на то имя, которое и останется На потом, на будущее Поэтому я в размышлениях Напишите, что вы об этом думаете Понятно, что новое название будет непривычным Первый месяц для всех А потом все привыкнут Алишер за! Я так, наверное, уже тоже склоняюсь к тому, чтобы поменять Но я хочу услышать ваше мнение Ты чего устроилась тут, а? А? Вы знаете, как он верещит? В предвкушении обеда Да Ой-ой-ой, у меня сейчас барабанные перепонки лопнут Ты чего верещишь? А? А? Сейчас кашка будет? Да? Будешь кашку? Будешь! Мы пришли домой Ребенок перекусил Я перекусила И теперь я хочу вам рассказать про книжки Которые мне прислало издательство МИФ Очередная партия Они очень-очень крутые И мне все очень понравились Смотрите Первая книжка Это все для Артеши, естественно Называется Я не боюсь темноты Я ее уже показала в инстаграме Не выдержала Потому что она просто великолепная Мне кажется, каждому ребенку, который боится темноты Мне нужна такая книжка В чем суть? У маленького мальчика Боязнь темноты Видите, ему чудятся монстры Ой, а как бы это так и делать? Вот В детской и вот монстры тут И вы вот так вот вытягиваете И хопа И смотрите А, это не монстры Это одежда и игрушки Я их не боюсь То есть, что будет, если включить свет Эти Или, например В гараже Какие-то злые монстры Но, если приглядеться Это не монстры Это папа И я его тоже не боюсь Итак, на каждой странице На даче Потом На улице У бабушки Видите, какой монстр у бабушки? Угадайте, что это за монстр такой Это собачка Чарли Видите? Эй, эй, эй На рукой неудобно И на опушке И в палатке Вот эти монстрики Это на самом деле Не инопланетные существа Это мама с папой Мне кажется, книжка очень классная Ее ребенку будет интересно рассматривать Особенно при учете того, что она такая интерактивная И в то же время она учит тому Что То, что кажется страшным На самом деле Это очень Может быть безобидная вещь Не может быть А есть безобидная вещь Вот называется Я не боюсь темноты Издательство Миф Пардон Так Следующая книжка Московский Кремль Это мне тоже кажется Очень полезной книжкой Потому что Ну, как сказать Москва Столица, да Кремль Одно из самых-самых главных зданий И, соответственно, надо знать Что это такое Где он находится Зачем он нужен Ну и какие у него есть особенности Потому что это все-таки Не то, чтобы Даже история нашей страны Это именно Наша страна сейчас Это как Американцы должны знать Про Белый дом И, соответственно, здесь Вот про него рассказывается В таких коротких историях Видите, интересные Иллюстрации Мне кажется Ребенку они понравятся Вот, естественно, на возраст Тоже немножко постарше И я думаю Мы с удовольствием Прочитаем эту книжку Потому что Лично я люблю Такие познавательные Вот, это вторая книга И третья книга Просто шикарная Она тоже такая Для тех, кто любит Тактильные ощущения Классные Это листья деревьев Вообще, когда я училась Наверное, в начальной школе Мне было очень интересно Всякие гербарии Собирать Смотрите, какие листики Меня это все интересовало Я любила там Всякие книжки По биологии По физике И астрономии И по всему подряд Ну, все, что касается Окружающего мира И вот эта книга Позволяет собрать Свой гербарий Тут рассказывается Как правильно собирать листья И дальше у нас идет информация Про деревья Как они устроены И вот дальше Например, береза повислая Здесь рассказывается про нее И дальше Здесь есть специальное место Чтобы положить лес березы Когда найден где Вы его кладете Засушиваете И все Он у вас здесь хранится Следующий Клен То же самое Здесь есть интересная информация Про клен Видите, канадский флаг Там клен у нас Кленовый сироп Кларнет Клейка Тоже имеет отношение к клену Из него и сделано Такая приятная бумага И вот так здесь Огромное количество деревьев Конский каштан Липа Рябина обыкновенная То есть самые популярные деревья Которые можно везде встретить Туфоль Осина В общем, мне кажется Когда Артеша подрастет Нам будет очень интересно Искать эти листики Потом, найдя листик Класть его себя Подписывать И читать информацию Потому что всегда Интереснее Когда какой-то интерактив И так легче запомнить Чем просто прочитать В книжке Посмотреть на то Как выглядит листик Ну, кстати, классная Иллюстрация Зима, весна, лето Осень Вот Всегда интереснее пощупать Как-то принять участие Чем просто прочитать Закрыть книжку И забыть Поэтому вот эта книга Просто обалденная Она такая Приятная Большая Пока я ее уберу подальше И потом мы будем По ней заниматься Через некоторое время Еще у меня есть тетрадки От Кумон Я все-таки их заказала Но про них мы поговорим Попозже Чтобы сильно влог не растягивать В общем, этот маленький мальчик Встал сегодня Пол девятого утра Поспал Рекс, что с тобой? Поспал один сон Полтора часа И на второй Не ложился Сейчас пол седьмого Покушает И скупается И спать Не знаю Дальше один сон будет Или все-таки на два Потому что завтра Скорее всего Он встанет в семь Сейчас я тебя подснимаю Он значит, сына делает Молчи, сына Снимай Артеша решил тебя подставить Ты замолчал В общем, Артеша идет купаться А я иду умываться И ложиться спать Потому что у меня опять Разболелась голова И я не знаю, что делать Ну, у меня такое переутомление Уже накопилось Что просто кошмар Так что мы с вами Увидимся завтра Пока-пока Дышь, дышь, дышь Дышь, дышь Дышь, дышь